Шаги 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 И они раздеваются перед ним, ничего не боясь, дергают молнию, расстегивают живот, говорят, что им больно, что нарушена связь между домом надежд и теми, кто в нем живет. У человека в квартире столько пролито слез, сколько воды в реках материка. Человек-пластырь всегда находит нужный вопрос. У него такая ласковая рука, у него такие солнечные глаза, что хватило бы сжечь целый смешанный лес. Он весь словно сотканный из чудес. Человек-пластырь, победитель квадратного колеса, заклинатель душ, чародей родниковых вод, полуголый рыцарь, полубезумный врач. У него есть корабль без флага, и он плывет с фонарем в самый темный туннель, не ломая мачт. Он живет на свете, зная, зачем живет. Я приду к нему и расстегну живот, не заметив ящичка у плиты, где он прячет собственные винты. Спасибо. Знаешь, как чувствует себя тот, кто уезжает, кто всегда уезжает, который год уезжает. И ни один из покинутых городов не возражает. А даже если бы возражал, то как он ему помешает? Посмотри, как он тщательно моет чашку в чужой квартире. Как он пристально смотрит в окно, стараясь запомнить вид. И как голубь стучится в стекло, позабыв о мире. И как мир за окном уменьшается, позабыт. Посмотри, как он дарит вещи знакомым, чужим и близким. Свитер, посуду, книги, все, что не увезти. И они приносят взамен шоколад и виски и желают ему счастливых минут в пути. Посмотри, как он путается в вагонах, перронах, выходах, языках. И как вместе с тем влюблен в суетливость чуда. И мечты уезжающих встречаются в облаках, в куполах вокзальных часовен, в тени фастфуда. Посмотри, как рождаются новые стены под стук колес. И он моет чашку с неведомой гравировкой. И как голубь морзянкой выстукивает вопрос. Это дом? Остановка? Дом или остановка? Знаешь, о чем думает тот, кто уезжает? Кто всегда уезжает? Который год уезжает? Он все думает. Как же прекрасно было бы встретить того, кто возражает, кто обязательно помешает. Следующий текст — это такая притча в духе современного Крылова. Скворец открывает дверь в деревянный домик, садится в уютной комнате у кормушки, меняет симку, переключает роуминг, греет больные крылышки возле кружки. В контакте на стенке пишет свой новый номер, а в записную книжку свой новый адрес. Скворец занимает место, где кто-то помер, где кто-то разглядывал в зеркале пьяный абрес и очень завидовал тем, кто имеет крылья. Скворец не очень хотел сбежать в Голубые дали и очень страдал от собственного бессилия и даже пошел за билетом, но не продали. Скворец не морочит голову размышления. Скворцу безразличны надписи на обоях. Скворец приглашает девушку в воскресенье в театр, и сцена захватывает обоих. Она полюбила его за большие крылья, за право всегда сбежать в Голубые дали, за деревянный домик в ирландском стиле, за домик стихов, написанный на Байкале. Скворец вылезает на жердочку с папироской, и небо роняет на клюв ледяную влагу. Весь мир континент, но я почему-то в остров. Они превращаются в стены, а я в бумагу. И прежде, чем он покинет свои пенаты, и прежде, чем он погасит экран смартфона, мы все уже будем пожизненно виноваты. Мы будем не больше, чем мушками из плафона. Учитель танцев. Время. Учитель танцев. Без рук и ног. Танцуем под дулом солнца. Обречены. В жилах не кровь. Густой и горячий гроб. Живем, будто крылья режутся из спины. Пот застилает глаза и лишает глаз. В перевороте путаем вверх и низ. Время танцует с нами и учит нас. Смерть абсолютно. Мы лишь ее каприз. Хрустнет запястье. Ладонью упремся в паркет. Умру, не владея ничем, ничего не скопив. Время кричит, что времени больше нет. Белые пальцы врастают в гитарный гриф. Это не город вокруг, а зеркальный зал. Это лишь репетиция, сдать не грех. Время смеется. Кто это вам сказал? Мы, содрогаясь, танцуем под этот смех. Чему бы довериться, сердцу или уму? Километры, минуты и молоко без меда. Чувства. Вздохну, моргну и сразу же все пойму. Мяч неожиданным чудом плетит в ворота. Пуля слепым рикошетом отыщет цель. И прихожанка церкви войдет в мотель, пряча под юбками патриотический дискурс. Любим по-русски. Прощаемся по-английски. Сыр на столе голландский, а чай индийский. Источник не важен. Множится вечный спор. Есть бесконечная Родина. Есть бугор. И за бугром мотель, прихожанка, юбки. И километры становятся как поступки. Во зло и во благо. Очередь. Утренний рейс. Я еще здесь. Только что это значит? Здесь. Спасибо. Метеориты. Оставишь его в городе с пятью углами, с семью мостами, с черными днями. В мире, где окна сливаются с зеркалами, а люди уже не меняются номерами, говорят лишь «добавь меня». И шуршат делами, и хрустят телами, и какие-то все по графикам и пунктирам разбегаются по своим и чужим квартирам. И слепые в двери, глазки разбиты, чтобы больше не видеть метеориты, чтобы больше не верить в метеориты. И скрываясь за толстой стеной кирпичной, наполняться чем-то сугубо личным. Оторвись от приборов, мой милый штурман. Он кусочек тебя, он тобой придуман. И среди оранжевых пыльных пятен он стоит без крыши, сумы и платья. И когда его спросят, с какой же стати, он им скажет, что станет вторым пилотом. Он стоит в чаду, обливаясь потом, и глаза его широко открыты. И кромсают небо метеориты, и обшивку портят метеориты. И отыск стремительно вниз летящих мир становится настоящим. Спасибо. Немножко такой любовной лирики. Влюбись в поэта, в школьника, в беременную женщину, в слова, в молчание, в ломаные движения, в то, как он гладит собаку, в то, как она пахнет утром, в то, как он принимает решения, в капюшоны, в упрямство, в захват гитары, в уголки смеющихся глаз и в фланелевую пижаму, в независимый нрав, в ночные кошмары, в острова веснушек, в философию гаутамы, в жареную картошку, в старый кинематограф, в температурный румянец и застарелый кашель, в шелест бумаги, в стершийся иероглиф каждого имени, комом в горле застрявшего. Кто бы то ни был, с Марса или Америки, все, что кажется мусором, врежется чистоколом. Что бы тебе ни думалось, подобного рода истерики не управляются возрастом, статусом или полом. Бессонная мука, сигаретная блажь, алкогольная исповедь, звезды, романтика, широта подоконника. Можешь на что угодно грешить и списывать, и обвинять поэта, женщину, школьника в том, что он гладит собаку, в том, что она пахнет утром, в том, что он что-то решает. Встань у дорожного знака, смирись и считай минуты. Лазарь опять нарвался, и кто-то его воскрешает. Горы, ухожу, говорит, горы, разобьюсь, говорит, насмерть, оставляю тебя таять, не вернусь, говорит, ясно, и уходит. Она смотрит, по спине его взглядом гладит, уходи, говорит, горы, а с меня, говорит, хватит. Сеятель, чтобы с глянца счастливый катился мир, каждой буквой суля удачу, чтобы быть частицей фальшивых СМИ, быть умнее других, богаче, белозубым буклетом ложиться в стол на причёсанный веер строчек, ведь привычный разум у кроволол на исходе бессонной ночи, чтобы каждый слезой своей овладев по сосудам расставить клеммы. Если это, сеятель, твой посев, у тебя большие проблемы. Есть такие ребята, что жгут леса, в их груди поместился крейсер, их фемида повесилась на весах, наконец-то уравновесив. Они плачут, и это уже целый дождь, а их смех петлованы роют, и растёт по периметру ямы рожь. Каждый может побыть героем. И все эти строчки, весь этот флёр, суетливый набор причастий и привычный разум у кроволол не заменят живого счастья. Если всё это, сеятель, не для них, никогда не владевших словом, то тогда мне не надо стихов и книг. Я гореть и без них. Готова. Спасибо. Плотность воздуха. Это мы, луны, про счастье говоруны, целовались под острым станком луны. Это мы, оказались ни капельки не нужны, ни себе, ни врагу, ни другу. Это мы захлебнулись ударом морской волны. Это мы сбегали из дома, садились на валуны, обвиняли время, что столько вокруг войны, и отчаянно спорили, гоняя стакан по кругу. Это в наших жизнях погибли все прочие словари, перестали работать планы, календари. Это наше правило, сашки или сам сгори, и сгорали в несчастной любви или на работе. Это мы выходили без курток под фонари, распивали дурные вина и вискари, и кричали укрывшимся в нас подросткам, умри, ури, чтоб однажды они повесились на аорте. Изменилась ли плотность воздуха в этот год? Если мы доигрались, то кто сообщит нам счет? Если мы повзрослели, то кто же нас заберет с этих окраин на Черной Волге? Если мы все здесь, то кто там вообще живет? И желая спасти, мы лезли в открытый рот, выдыхая последний прокуренный кислород, повторяя в ряду слова о семье и долге. Голый сентябрь, жмется. В моей домотопной лире в специи пакет заменяет лавровый венец. Я прочитала в книжке, что я должна мыслить шире, иначе литература скоро придет конец, иначе литература погрязнет в соплях, в разврате, и единичным случаем подавится, как дракон. Автор обязан шарик земной обнимать в обхвате. Эпоса 21-го, пека писать закон. Песней больна география, чьих-то завоеваний, чумной политбестиарий и неразбериха в СМИ. Автор, изголодавшийся, ходит тропою знаний то на горячие точки, то в интернат с детьми. Я прочитала в книжке, что должен быть социален наш изощренный слог, чтобы пленять умы. Но почему-то люди о содержимом спален читают охотней прочих, себя называя мы. между большим и двежьим звездным ковшом небесным и маленькой горькой, и маленькой божьей тварью тысячи горьких трав. Кто-то напишет слово и станет оно известным, и станет оно полезным. Но что, если он неправ? Август пришел. Пришел, как всегда, тельняшки, крошится мел по стенам, давит в стакане сахар, рвутся наушники, в пальцах хрустят писташки, солнце идет к горизонту, как вор на плаху. Август пришел на набережное к причалам. Каждой ноге привязав по чайке, под их началом он пролетел, запнувшись о черепицу, луком разбивая тверд деревянных палуб, льется гранатовый сок, невозможно алый, гости бегут обратно к себе в столицу. Август пришел. Влюблен или пьян, не знаю, снова остались в машине ключи от рая, створки мостов дрожат под оплывшим взглядом. Август взорвался скрытым в песке снарядом, чтобы, смеясь в лицо ветряным помехом, стать самому себе полоумным эхом. Облако в небе, в крошку, в белую перхоть, взять и уехать, взять и опять уехать. Спасибо. Любовь по мензуркам, часы по огуркам, небо в овчинку, зарплата по праздникам. Всем, кто мотался по вокзалам и дуркам посвящается. Здравствуйте. Мы из тех, кто делит на ноль и не видит в том чудо. Мы из тех, кто не едет куда-то, кто едет откуда. У нас такая большая страна, что тебя провожают, как астронавта. У нас такие похожие имена, что это не три твоих брака, а просто вахта. Мы привыкли все смешивать, кровь, напитки, дела обломских. И в совершенстве умеем не пить, а собрать, как пили. Если ты слишком выпуклый, есть те, кто сделает плоско. Если заканчивать текст, то только на слове. Или считать не бывших, а будущих. Голый кружа по комнате. И при этом любить моряка, дальнобойщика, альпиниста. Вы, абонент, пожалуй, меня не помните. У нас такая большая страна, что забывают быстро. Счетчик не спит. Выключи свет в коридоре. Счетчик не спит. Таксист целует подружку. Счетчик не спит. Лишние сто халорий. Все остальное уже сосчитала. Кукуш. В отсутствии тирании бунтуешь против себя. Мол, слишком лениво, слишком правдиво, слишком одна. Это бунт королевны против веретена. Уже укололась, но сон запоздал. Опускается ночь. Она забирается на перины и не знает, как же себе помочь. Это как бунт слепого против дрозда, когда дрозд подражал светофору и чуть его не убил. Это как бунт дворняги, что лают на поезда, а поезд не в курсе, кто его укусил. Кладешь свою совесть, в руки берешь иглу и понимаешь, что лучше б купил пилу. В отсутствии тирании ты сам себе, господин. И вот, королевна, спрыгивает с перин, мешает снотворное с водкой, забив на принципы, и просит слугу притвориться принцем. Это как вырыть две ямы, одну другому, одну себе. Другой не пришел, оставив тебе офигенный выбор. Это как быть пианистом, играющим на трубе, или выучить пять языков и проснуться рыбой. В отсутствии тирании на пытке особый спрос. Она засыпает под запах его волос, и он засыпает тоже, впервые сыт. Все в замке уснули, и все королевство спит. Им снятся дрозды, собаки и трубачи, слепые, немые, священники и врачи. И все в один голос кричат, казните ее. Она слишком правдива, слишком ленива, слишком одна. Ну и, наверное, финальное какое-нибудь прочитаю. Если кому-то вообще интересно, кто-то хочет увидеть в интернете, меня зовут Таня Репина. Есть Та Репина в интернете, такой паблик, или на Фейсбуке, Вконтакте, везде. Или можно подойти ко мне и просто спросить меня о чем-то. Наша весна в Фиальте. Ты помнишь эту весну? Ты мне тогда сказал, что не видишь во мне жену. Я промолчала, но каждый мускул протестовал, что же ты видишь во мне. Ставший клеймом вокзал, мысли про туберанцы, кровь десяти городов, черные язвы станций, синие вены портов, хриплую нотку экстрима, тонны рванья и вранья. Если была, любима. Это была не я. Спасибо.